То есть, если у вас есть какой-то стрим, там трафик, например, звуковой или видео, любой стрим вы можете оплатить прямо так, как вам по мере потребления. То есть вам не нужно предоплачивать какой-то пакет, а вы непосредственно сразу пользуетесь и платите по точно. И это у нас есть такая, скажем так, опция, называется EMC Stream, она монтирована прямо в кошелек, ее можно использовать. Вот. Дальше. Но основное то, что мы, опять-таки, как участники здесь конференции по связи, всегда заботимся о том, чтобы наши сети были безопасными. Ну, то есть, реально безопасными. Вот. Какие преимущества у блокчейна для того, чтобы можно было для систем безопасности? То, что мы знаем, что в блокчейне невозможно ничего заменить. То есть, никакой спуф, никакую замену, никакой жуличества мы заменить не можем. Таким образом, если мы берем и кладем туда какие-нибудь криптографические ключи, которые нам потребуются в дальнейшем для связи, или мы кладем туда какие-нибудь сертификаты, которые нам потребуются для связи, вот, то, соответственно, мы пожинаем все плоды того, что используем для блокчейной рабочей. Вот. То есть, записи не могут быть обменены, систему невозможно вывести из строя, потому что она распределенная. Это дистрибутинг систем. Вот. И она используется для управления единой инфраструктурой ключей. Вот. Ну и, значит, мы рассмотрим два таких усиления, усиления протоколов SSL и SSH, которые мы, собственно, написали, и они работают, и успешно используются уже, скажем так, во многих местах. И, опять же, мы призываемся, кто из вас знает, что такое SSL и SSH протокол? Может быть, я дам. А, все дам. Вот. Значит, что у нас обычно происходит во время инициации, например, первой инициации SSL-соединения, да? То есть мы, к сожалению, усердно пересылаем друг другу открытые ключи. Вот. И если у нас есть человек посредине, так называемый main-in-the-middle, да, атака, то он перехватывает оба открытых ключа, перекроет нашифрует трафик, и для этого есть уже даже hardware, железо такое, которое специально этим занимается. То есть во время разворачивания сетей любой корпорации где-нибудь обычно, ну, если сервера они прямо в комнате конфигурировали, вот, что, в принципе, делается тоже иногда в целях безопасности, может попасться какой-нибудь человек посредине. Вот. Ну, первую атаку на канал связи описал Александр Сергеевич Кушкин. Вот. То есть вот тут как раз так называемая main-in-the-middle атака. Да, первая зафиксированная атака. Вот. Тогда каналы связи были уязвимы, и, соответственно, поэтому вот можно было таким образом сделать спуфинг. Вот. Но после этого, значит, мы придумали, что если мы ключи положим, вот реально положим в блокчейн, то в блокчейне подменить их уже нельзя. И я сейчас рассказываю про SSH, например, то, соответственно, вы берете ваш ключ, владеете в блокчейн, и тогда противоположная сторона берет открытый ключ уже из блокчейна, а вы берете открытый ключ противоположной стороны. И таким образом канал становится не взламывая ему. Вот. И эта система, она оказалась настолько удобной вообще-то, что там администрирование получается, ну, прямо не жизнь-малина. Вот. То есть вам не нужно там пользоваться всякими сложными, дорогими системами, там, пакет, лдап и так далее. А вы просто берете и делаете списки контроля доступа. Вот. Если у вас, например, какого-то админа уволили, или если кто-нибудь там есть подозрение на компрометацию пароля, если вы просто включение и вы дезаблете, и все, и, соответственно, через там, сколько, полторы-две минуты все тысячи серверов, которые был допуск этого, например, этой личности, или там какой-то, ну, как-то, то, асэнсити по-русски я не могу понять. Вот. Короче, так и есть личности, да. То, соответственно, вы отстраняете его на всех тысячах серверов, которые есть. Это намного удобнее, чем отменить каждый сервер, заходить, менять пароли там и так далее. И в этом смысле SSH-система пригодна для для огромных сетей просто корпоративных и планетарного масштаба. Вот. Значит, реально можно строить не взломовые, как мы боимые корпоративные сети. Вот. Значит, и хранится там, соответственно, публичные ключи, и списки доступа к ресурсам. Аксесс-контроланс, так называемые. Вот. И конкурентные подробности с Puppet LDAP, они работают на честь блокчей, они существенно более громоздкие и неудобные в работе. Это, скажем так, те админы, которые уже пользовались и пробовали это, они говорят, что да, это реально огромный шаг вперед, но при недостатком является то, что обыкновенный обмен ничего не хочет слышать про блокчейн, а блокчейн, те, которые там хотят быстрее нагенерить себе монеток и быстро разбогатеть, ничего не хотят слышать про промышленные системы применения блокчейна в систем связи. И поэтому получается такая стена виртуальная между публикой одной и другой. Вот здесь вот собрались люди, которые вполне возможно могут услышать и то, и другое. Вот. Да. И, соответственно, строится система всемирного масштаба, очень сильное упрощение, надежность, безопасность и, собственно, контроль списков контроля доступа. Вот такие преимущества. И эта система готова бесплатно, мы можем, так сказать, проконсультировать любую из ваших организаций, вы можете начать пользоваться ей хоть завтра. Потому что категорирование занимает примерно полтора-два часа для средней сети. Вот. Просто нужно поставить, будет везде демоны, которые будут тоже выполнять аутентификацию. Вот. Дальше, значит, совместно, SSL. SSL – это тоже протокол, который широко известен. Он применяется каждый день по много десятков раз каждым пользователям интернета. Проблема в том, что сертификат, когда вы берете, получаете какой-то временный сертификат, вам нужно либо вводить пароль, который могут утянуть на время сессии. Да? То есть, у вас выкинули пароль, там, каким-нибудь кейлогерам и так далее. И все. И после этого все ваши сайты, какой-нибудь повышенник может шариться по сайтам. И говорят, ой, у меня взломали ВКонтакт, ой, у меня взломали там одноклассники или еще что-нибудь. У меня в самом взломали одноклассники, но я и выкинул этот аккаунт, потому что в том, что там одноклассники шарятся. Ну, вот. Но, тем не менее, вот такая вот есть проблема. Да. И вот, в случае, если вы берете и выписываете SSL-сертификат сами себе, то вы можете ходить по всем тем сайтам внутри системы, которые, собственно, допускают вас подключена к этой системе. Это хорошо именно для внутрикорпоративного использования. Почему? Потому что обыкновенных лизеров, типа одноклассников или ВКонтактусов, заставить себя делать самые представительные сертификаты не очень хорошо. А вот, когда у вас, например, какая-нибудь внутрибанковская структура, и все юзера уже имеют свои сертификаты для того, чтобы логиниться внутри банков на всякие разные сайты, то, соответственно, это имеет огромные преимущества. Вот. Значит. И получается, что мы храним хэши SSL-сертификата, вот, то есть мы сами же сертификаты, вот. И уникальность их обеспечивается в блокчейне, что существенно удобнее, чем существующие системы. Вот. Типа, например, Facebook-логин. Потому что в случае с Facebook-логином вы свой сертификат поручаете Facebook. И Facebook может от вашего времени шариться по всем тем сайтам, кому вы поручили. Вот. Здесь же вы сами подписываете сертификат. И вот, если что, я покажу, сегодня прямо у нас интернет появился. У нас есть сайт, который позволяет сертификат выписывать в реальном времени. Сейчас ведется с некоторыми крупными провайдерами этих CMS, как называется. Вот. Типа, йому и так далее. Идутся приговоры о том, что они будут приходить тоже поддерживать нашу систему. Вот. Сертификаты самые подписные, не требуется участия третьих сторон. Вот. Собственно, вот это все преимущества, что я буду читать с экрана, читать все уменьки. Полная совместимость со стандартами. Это, то есть, не какая-нибудь самодеятельность. Это все те же самые сертификаты, просто мы занимаемся тем, что, поскольку мы храним хэши сертификатов в блокчейне, подменить их нельзя. В отличие от тех существующих систем. Вот. Тут вот нарисованы у нас, соответственно… Наверное, тут даже лазер есть, да? О, лазер, не очень сильно видно. Это конкурент. Все понятно. Вопросов нету по этому. Дальше. Это преимущество по сравнению с конкурентами. Вот. Поскольку конкурентные сервера могут каким-то образом подвергаться DOS-атаками и так далее, то вы никуда не зайдете в данный момент, если их там поломали или положили, или утянули сертификаты. В данном случае блокчейн положить невозможно. Это является очень сложной задачей. Поэтому система всегда работает, всегда надежно. Вот. И, значит, мы еще сделали такую… Поскольку блокчейн невозможно уронить, и он всегда является распределенной системой, то мы, соответственно, сделали VoiceOver IP-телефонию для распределенных центров. Ну, например, система каких-нибудь посольств, консульств, там каких-нибудь фирменных центров для больших фирм, чтобы друг с другом связываться. Дело в том, что обыкновенная телефония, когда вы работаете, у вас есть централизованный сервер, который занимается управлением всей этой телефонной сетью. В данном случае сеть полностью распределенная, и в случае, если вы попытаетесь с DDoS-атакой положить один из узлов этой сети, то это вообще никак не отразится на DDoS-атакой всех остальных узлов. То есть все сетку атаковать, в принципе, невозможно. Там хранятся, соответственно, ключи доступа и ключи защищенной связи в блокчейне тоже. Ну и поскольку тут такие общие наши рассуждения, что поскольку система связи – это распределенная система, и блокчейн – это тоже распределенная система, то она очень хорошо подходит для того, чтобы быть примененной именно для систем связи. Вот. И все эти сервисы специально сделаны для того, чтобы быть примененными. Вот. Значит, какие могут быть, опять же, применения? Например, взаиморасчеты. Взаиморасчеты, как я уже показывал, что у нас есть поточная библиотека, и могут применяться, например, такие алгоритмы, как для взаиморасчетов между узлами связи, как интернет вещей, IoT, да? Вот. Значит, ну, соответственно, достоверная история. Система безопасности контроля, про которую я рассказывал. Архитектура высокоградежных сетей. Вот. Соответственно, есть вот статья, она написана про телефонные сети. И распределенный централизованный Enum. Если кто-то помнит, что такое был Enum, вот, он в свое время не пошел, потому что там как раз была проблема с тем, что сервера были отдельные, и они были, так сказать, их несколько штук было всего по миру. Вот. Здесь же, соответственно, Enum мы продлили дальше. Мы положили в блокчейн всю эту базу, и теперь можно пользоваться ее совершенно беспрепятственно. Вот. Для сверхнадежных устойчивых взломов сетей. Это банки, госслужбы, военные безопасности и так далее. То есть, если кому-то хочется, можете брать, задавать вопросы. Что-то сюда поможем, расскажем и покажем. В плане, значит, соответственно, совместимости с российскими стандартами. Нет никаких противоречий с российскими стандартами, потому что, например, систему от КЗС, как сказать, контроля подмены ключа, она обеспечивается алгоритм в США 256. Это тот, который, биткоин, собственно, в котором лежит очень много, миллиардов долларов, никто ее не взломал. А касаемо самих криптоключей, которые вы будете хранить в нашем блокчейне, то они генерируются в соответствии с любыми стандартами, которые являются стандартами, например, того или иного государства. Например, России и так далее. То есть, вы любые ваши криптоключи храните в этом блокчейне, а мы лишь гарантируем, что их никто не может украсть, в смысле, подменить. Все. Таким образом, получается и совместимость с гостовскими любыми вещами и так далее. Вот, например, недавнее, скажем так, очень успешное применение фирмы Deloitte блокчейна Emer. Ну, если кто-то знает штуку фирмы Deloitte, это одна из крупнейших юридических фирм, которые по всему миру уже спасены. И в каждой стране они пользуются таким образом, что в каждой стране вот эти криптоключи, шифрования, которые они кладут туда, хеш-сумы, они совместимы со стандартами шифрования той страны, в которой они работают. Понятно, да? И таким образом никаких вообще не является противоречий и технологических и так далее со стандартами. Вот, высоконадежные базовые инструменты и очень удобный девелопер-френдли интерфейс. То есть это не юрид-френдли, юзер-френдли это принято такое, значит, название есть, когда ты нажимаешь на кнопку и все само, все свершилось. Там деньги начали зарабатываться и так далее. Всем сейчас в блокчейнах очень говорят, вот вы на эту кнопку только нажмите и сразу станете миллионером. И таких вот очень много структур. Вот, все, наверное, слышали про ICO, сбор денег в пользу какой-нибудь голодающих детей Африки или какого-нибудь суперперспективного стартапа, там, телепортации на Альфа Центавру и так далее. Вот, в данном случае у нас нет такого, мы ничего такого не обещаем, у нас девелопер-френдли интерфейс. То есть такие нужно знать основу программирования, вот, но программисты, в отличие от многих известных систем, обучаются за, там, 20-30 минут уже полностью начинают работать в этой системе. Потому что это интерфейс командной строки. Вот. Ну, опять же, все эти технологии разработаны для вас. Вот я тут показал, вот, например, 5 или 6 технологий, которые только что рассказал, а у нас, как бы, есть вот куча таких вот уже готовых сервисов. И спасибо за внимание. И я очень бы хотел, чтобы вы, если поняли, что-то задали вопросы. А если тоже не помню, то тоже не задали вопросы. Спасибо. А вопрос, пожалуйста, коллеги? Сейчас все понятно? Ну, мне непонятно. Хорошо. Прошу прощения, что они провоцировали вопрос. Мне немножко задело в прошлом году. В окладе прозвучало, что блокчейн из криптовалюты, это пиар. А вот в ваших примерах с безопасной системой связи, да? Дело в том, что каждая запись у нас в блокчейн, она стоит каких-то денежек. Вот, эти денежки, у нас, кстати, сейчас написали сервер, который будет превращать очень быстро обыкновенные, реальные деньги в деньги, которые для оплаты вот этих вот сервисов. Значит, для того, чтобы вам положить запись в блокчейн, вам нужно какую-то денежку заплатить. Если этого механизма не делать, ну, в принципе, то тогда сразу найдется умник, который вам зайдет там блокчейн полтора терабайта порнухи. Вот. И, соответственно, да. Поэтому денежки в любом случае какие-то нужны. Вот. Но это должны быть разумные, как бы, механизмы оплаты для того, чтобы блокчейн не расплухал. Блокчейн — это такая база, которая уникальна, и если она очень сильно расплухнет, как сейчас случилось с биткоином, уже почти невозможно пользоваться, потому что там сколько-то журких размеров, по-моему, уже терабайт достиг, да? Вот. Нет, не терабайт, а 70 гигабайт было в прошлом году, 100 гигабайт, да. Ну ничего, там, через пару лет будет терабайт. Вот. В нашем случае блокчейн компактненький, и требуется просто вот эта вот, как сказать, криптовалюта — это денежка для того, чтобы положить. Но также нами предусмотрены механизмы извлечения этой криптовалюты безболезнен. То есть не надо ходить на биржи, там, что-то покупать и так далее. Прямо поточно вы говорите, это будет стоить, там, 2 цента для того, чтобы положить запись. Отлично. Хорошо. Вот через этот сервис заходим и платим, например, там, 2 тысячи центов за то, чтобы положить, там, тысячу записей. Всё. Таким образом.